итак мы продолжаем ну что погнали к главному злодею что он нам расскажет возможно он тоже был в нее влюблен как бы да и скорее всего все именно так и есть чего тору в кружке сидит пропитываясь кофе ну просто мало пить кофе только внутри нужно еще им пропитаться это важно который будет ли мерч свои свои модели к и эту точно не в ближайший год так ну поехали такое счастье когда телепорт открыт куда нужно о да я чувствую себя прям героем у меня телепорт открыт у меня ребят открыт телепорт я сейчас сижу с такой довольный мой скай как тяжело дельфе на что справишься брин я логика чуть как лобок не прочитал я могла бы задать тебе тот же вопрос надеюсь ты тоже не упадешь в грязь лицом сундук таинственный сундук который я без понятия как открывать мне потом просто знаете в один прекрасный момент придется заходите вот сюда а вот нажимать вот эту прекрасную кнопку и перечитывать вообще вот это все типа вот это вот это вот это вот это вот это я не знаю что это ну а ну пока особо то и не нужно но потом придется мой ник который читает клавы я даже знаю кто так читает могу потом в нее пальцем даже потыкать я думаю ты сам знаешь кто это как будто это путешествие так не было достаточно трудным сюда бы navi я бы с ними пообщался не волнуйтесь если тору рядом нам даже не нужны и окольные пути а была бы рядом navi подождите а почему на меня то вы смотрите вы же не думаете что я буду драться вперед давай давай погнали нам интересно вот и все не думаю что кто-то раньше видел фурину в бою да но разве вы не помните почему гидроархонта добровольно отдала всю свою силу на чтобы ее можно было превратить в эндомнициум госпожа фурина сама же так сказала увлажен а я уже даже не гидроархонт так что вся моя сила пропала блин когда она сказала точно это прям вернулась знаете то самое ребят старая фурина и сюжетки а да да точно да так и было как бы мне не было больно но к сожалению вынуждена взять на себя роль девы в беде мышара помогите ох уж эта дева в беде лицо тору как бы о многом говорит типа ну да ну да это прозвучало так самодовольно даже неловко к слове да да не к слове вы я вынуждена беспомощно наблюдать за тем как более отважный и опыт и искатель приключений помогает там где я а бесполезно как бы пьеса то еще не началась но цирку же мы наблюдаем не 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 афурина не сырье вроде а может быть обрету в натуре сырье вижу ну мы эти языки не учили поэтому тут как бы да жаль я так хотела посмотреть как сражается фурина фрина должна была сказать не цельявия albibac и закат извините что просим у вас помощи в такой сложной ситуации фурина иди а да не волнуйтесь легкотня легкотня так иди чё ты смотри и где где здесь пойман где где ребята мы здесь наблюдаем по давайте поможем даши найти пойман где это мыша где где наши поймали ой а ее что-то не видно не правда ли и как я это блин маленькая мышка негодую а камеру их блин кстати по фактам он право отечеству и безусловно оправдывать свою репутацию да спасибо теперь нужно только а наши и правда получаю она снимает ну кто-то же должен вести кинохронику для будущих поколений и все такое правда вы помните что это мы шара как-то да вот-вот это она вот-вот летает за персонажем и снимает все это напомните а наш как-то даже вендук венок по линии ну как поленилась она его все-таки донесла но потом она два дня умирала типа я устала она венок пронесла венок я не помню что это за квест был но там был квест где ее составили нести венок и она просто погибла на два дня потом как она камеру таскает и я вообще хоза но у нее получается тут как бы вопрос а вновь а почему он живет в таком странными так подождите таком странном месте а не могу сказать что эта штука неудобно язык не повернется венант ну ты здесь это вы ребята подождите ну а что здесь делает госпожа фурина сразу лапки в бок приняла боевую стойку я могу объяснить а мы собирались сей трупой а теперь у нас есть все кроме тебя мы собрались всей трупой остался ты а то есть вы думаете что значение правды об исчезновении руководительницы поможет написать концовку сценария который устроит всех что знание правды об исчезновении я также как и все остальные хочу чтобы маленькая океанида имела успех именно поэтому я хотел подождать до окончания шоу если я сейчас высыплю на вас все эти противоречия я не хочу усложнять наши отношения мы должны быть единым целым когда мы на сцене что-то тут не то вельман уход от правды никому не поможет подождите ребята меня юки нападает щасек подождите Продолжение следует... Короче, все оказалось немножко сложнее, чем я думал. Короче, я в Discord сейчас заброшу. Вот. Просто тут странные вещи. Короче, если стрим внезапно прервется, то... Я сейчас просто сбрасываю в Discord фотку, чтобы вы знали, почему. У меня там кнопки перезагрузки и выключения ПК и все такое. Так что, если стрим оффнится, виновный вот он. Фоточку уже в Discord. Так, ладно, поехали. А если ты им только не хочешь сказать, что смерть Арели как-то связана с тобой? Ну, это было бы очевидно. Ну, неспроста же он сказал, что трупа должна быть единым целым. Да, Нэри, я не смогу, если он вырубит комп, я не смогу его... Ну, комп-то я врублю, но микрофон только через час минимум сможет заработать. Так что, да. Это будет печально. Я не хочу об этом говорить. Да, то есть... Послушай, Вильмант, раньше я считал, что моя любовь к Арели это что-то, чего стоит стыдиться. Я никогда не говорил об этом никому. Все-таки он там причастен. Но сейчас я принял решение раскрыть все карты. Я готов противостоять всему, пожертвовать всем ради шоу. Маленькая океанида не может быть завершена, если мы не отдадим должное Арели на эмоциональном уровне. Бля, он лапкой трогает там, где кнопки. Просто я надеюсь, что он не вырубит комп. Вот почему тебя насчитают не самым умным парнем. Как вы уже знаете, но труп подержалась на плаву не за счет продажи билетов, а благодаря пожертвованиям зрителей. Конечно же, этого было недостаточно. Хех, в случае опасности, вот в случае опасности. В свободное от выступлений время мы подрабатывали. Но все равно финансовое положение трупа было довольно тяжелым. Да. Блин, а есть какая-то защита от случайного нажатия на кнопку перезагрузки и выключения ПК? Надо, короче, в биосе покопаться, возможно, там все это дело есть, и тогда я волноваться не буду. Так вот, однажды после выступления ко мне подошел торговец и предложил нам щедрую спонсорскую помощь. Взамен мы должны были обеспечивать зрителей напитками во время выступлений. И это была фонта, да? Мне показалось, что это вариант выгодный для всех, и я сразу согласился. Но не посоветовался с руководительницей. И только когда торговец пришел за товаром, я понял. Речь была... А-а-а... Об... Апсинтионе. Той самой наркоте, короче. Не этот и напиток продавал преступник, виновный в деле об исчезновениях. А-а-а... Этот-этот. Он вызывает состояние эйфории, но при этом наносит существенный вред организму. Когда я увидел короткий, то пришел в ужас и сразу же рассказал обо всем директору. И она тоже была в шоке. Юки пытается напасть на стойку микрофона. Да, она не стала отчитывать меня за то, что я принял решение, не посоветовавшись с ней. Вместо этого, она связалась с торговцем и заявила, что трупа не может согласиться на такое сотрудничество. Дайте угадаю, после этого он сказал, что они должны встретиться и лично все обсудить. Торговец был в ярости. Ругал нас за то, что мы оказались от своих слов и грозился предъявить нам иск о возмещении убытков. Сумма была просто астрономической. Мы никак не могли расплатиться. А с чего бы вообще расплачиваться, учитывая ту дичь, что они толкали? А зачем? А затем? А как бы он этот иск предъявил, учитывая тот напиток, который... Тот напиток вызывает состояние эйфории. То есть в самом легком таком проявлении это можно считать алкоголем. Это в самом легком. Ну, явно эту штуку толкали под прикрытием. Дак Нерри, да, но тут дело типа, вот он нам судом грозился. И что бы он в суде сказал? Ну, камон, я об этом. Он пытался толкать явную дичь. Вот. Но при этом пригрозил судом. Бля, серьезно? Прям серьезно, серьезно? Чё-то вот этот момент, он прям, ну, реально странный. Вот прям очень странный. Я хотел разобраться с этим сам, но наша руководительница меня остановила. Она сказала, что это проблема всей труппы, и я не виноват. Но дальше все стало только хуже. Торговец, а Псинтионом, все не унимался. Потом неожиданно руководительница сказала, что мы все в один прекрасный день, чтобы мы все в один прекрасный день покинули город. И тогда я понял, что ситуация дошла до точки кипения. А нам нужно будет утешать его и говорить, что это не его вина. Ну, она исчезла, погибла. Не из-за того, что он принял контракт, подписал контракт со спонсором, не посоветовавшись с ней. Я надеюсь, нам не придется его успокаивать, потому что, ну, он рили как бы виноват. Блять, куда ты лезешь? Ты обычный актер в трупе. Какого хера ты... Ты вот просто... Куда ты лезешь? Просто если у нас после этого будет такой вариант ему сказать, ну, типа, чел, это не твоя вина, то... Блять, нет, это его вина. Я признаю, что все это было моей ошибкой. Тогда я не решился сказать никому из вас правду. А после исчезновения руководительницы, еще больше боялся рассказывать. Ну, да, типа, твоя ошибка дала им повод похитить и убить ее. Спасибо, что здесь не вариант... Ой, да ладно, не парься, это не твоя вина. Нет, это твоя вина. Из-за твоей ошибки ее похитили и убили. Привет. Да, я убил Арелия. Вот, я признался вам. Счастливо. Че-то даже не знаю. Мы счастливы, Чак. Нет, не говори так. Он прав. В смысле, не говори так. Вдегатель. Ты знал, что Арелия в опасности? Почему, ради всего святого, ты не рассказал нам раньше? Как же я понимаю Пола? Как же я понимаю его вот в этом выкрике прям... Он ведь говорит чистейшую правду. Типа какого хрена он не рассказал-то? Не кому-то, а хотя бы трупе. Что значит боялся? Это был вопрос жизни и смерти. Не могли ее спасти. Как ты так сглупил, да? Не совсем его ошибка привела к чему-то, но не своими же руками убил. Ну, знаешь, пьяный водитель за рулем тоже не своими руками убивает. Ну, он сделал вот прям все от А до Я, чтобы она погибла. Он заключил договор без ее ведома. Когда нужно было всем рассказать, он не рассказал. И он такой, ну, а вот. Типа, в смысле не своими руками? Получается, своими руками. Есть такая штука, как непредумышленная. Это вот оно. Своими он за рулем, а этот просто идиот. Ну, а чем идиот, который садится пьяным за руль, отличается от идиота, который делает все, чтобы человек погиб? И не делает ничего, чтобы его спасти. Это два идиота и две смерти. Ну, и в том, и в том случае. Как бы, камон. Что то, что то. Пожалуйста, не давай чувствам взять над тобой верх. Да, он прав. Нужно сохранять спокойствие. Сохрани тут спокойствие. Оставаться спокойным? Как я могу сохранять спокойствие? Из-за него Арели убили. Она могла любоваться все... Она могла... Она была любовью всей моей жизни. Я вот Пола понимаю вот прям на сто процентов. Вот прям на... Вот максимально. Я не могу ничего сказать ему. Тип-то успокойся и все такое. И у него хватает наглости заикаться, что он молчал якобы ради шоу. А как насчет того, чтобы взять на себя ответственность за стадеянное? Ну, это типа как, знаете, знать о домашнем насилии, когда там, скажем, детей бьют, родители, избивают детей, и ты такой сидишь, молчишь. А потом, опа, в пьяном угаре мать, скажем, убила своего ребенка. А ты знал, и такой, ну... Вот, ну... Ничего. Хотя были все шансы спасти этого ребенка, но что, нет? Разве это не похоже на эту историю? Разве... Нет? Не из той же оперы? Типа, блин, ну... Он виновен прям по всем абсолютно параметрам. Я могу лишь сказать, что сожалею, да. Я хочу извиниться перед всеми в трупе. Но это не вернет нашу руководительницу. Что толку от моих извинений? Красава, 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 и еще раз красава. Типа, а че толку? А че извиняться-то? А че? Куда? Куда извиняться-то? Ой, бля, мне это один случай напомнило. Ну ладно, о нем говорить не буду, но... Это тоже нашумевшая была история, когда человек... А че мне извиняться-то? Че извиняться-то? Никого это уже не вернет, так что я даже извиняться не буду. Ну да. Я трус, совершивший ужасную, ужасную ошибку, которую я никогда не смогу исправить. Бейте меня, если хотите. Убейте, если хотите. Я заслужил. Ну да. Так вот, набраться смелости и рассказать об этом стоило раньше. Оборвите мою жизнь. Ну тогда я встречусь с руководительницей и лично извинюсь перед ней. Не, это будет слишком просто. Убирайся. Исчезни. Я не хочу никогда больше тебя видеть. Хватит. А вы уже достаточно долго кричали друг на друга. Помолчите-ка оба. Может быть, хватит смешивать шоу на сцене и реальные отношения в трупе? Вы постоянно говорите, что хотите использовать последнее выступление, чтобы отдать дань уважения своей руководительнице. И как вы это сделаете? Если вы используете его как повод для того, чтобы выпреснуть собственные эмоции. Да. Ты права. Простите. Она вот так вот просто... Их успокоила? На сцене главный персонаж находится в центре внимания зрителей. И вы все привыкли видеть в руководительнице сердца трупа. Но в жизни она больше всего старалась избегать быть в центре внимания. Очевидно, что она сильно любила каждого из вас и сильно любила труппу. Она хотела построить теплый дом для всех своих братьев и сестер. Укрыть всех вас от бурь, бушующих в окружающем мире. Именно такой вы должны ее помнить. И именно этому нужно воздать должное. Блин, когда нужно, Фурина все-таки умеет подбирать очень правильные слова. Я понимаю, почему вы пытаетесь сделать ее героем этой истории, но... Разве она уже не ваш герой? После всего, что она для вас сделала. Ну, конечно. Хорошо подумайте, что это значит. А затем еще раз подумайте, чего вы надеетесь достичь. Спорят друг с другом. Если вы действительно друг друга ненавидите и не можете примириться с разногласиями, то можно объявить о распуске трупа. Зачем устраивать финальное выступление, если в трупе уже нет единства? Но вы не можете заставить себя... Сделать это, не так ли? Вам слишком дороги руководительницы Орелии дом, которую она создала для вас. На чем-то смеешься. Я вот не вижу ничего смешного. И сейчас она скажет, что в этот момент она напоминает руководительницу, да? Не иначе. Извини, я не хотела тебя обидеть. На мгновение я... Мне показалось, что наша руководительница снова с нами. Ну да, это было ожидаемо. А если бы она увидела, что Пола и Вильмонд так ругаются, она бы отругала их так же строго, как ты. Правда? Пальман думала, она очень добрый человек. Да вон Фурино тоже добрый, но... Отругать может. Ну, конечно, она была такой. Если она кого-то отчитывала, то только из добрых побуждений. И это чувствовалось. Она была выдающимся человеком. Твои слова действительно ставят все на свои места. Я сожалею. Я искренне хотела, чтобы это было искренним извинением. Но в итоге... Все свелось к моей жалости к себе. Да все в порядке. Давайте разберемся потом. Уже после выступления. Итак, концовка. Что решим? Блин, я согласен с вариантом Пола. Очевидно, что сейчас всем необходимо чуть подостыть и подумать о том, что действительно важно. Эмоции мешают. В конце истории необходимо вновь сосредоточиться на самой Ореля. Она истинная звезда нашего шоу. Кстати, смотрите, насколько Фурино классно. Справляется с ролью художественного руководителя. Как по мне, она отрабатывает на все сто. Ну, возможно, удастся узнать больше о ее судьбе. Что ты имеешь в виду? Путешественник прав. Когда-то вы провели подводное расследование и нашли предметы, принадлежавшие пропавшим девушкам. А-а-а. Точно ведь. Если бы вы смогли найти что-нибудь, что оставило Ореля, возможно, мы бы лучше поняли, что она пережила в свои последние дни. Думаешь, это возможно? Надеюсь, никто не будет возражать против того, чтобы финал истории был основан на истинных чувствах Ореля. А, конечно, нет. Блин, а мне финал Пола понравился. Ну да ладно. Мы надеемся на вашу помощь. Ну, пойдемте. Навестим дворец Мермония. Что касается остальных, вам лучше вернуться на место приведения репетиций и ждать от нас новостей. Я не знаю. Пока квест Фурина мне очень нравится. Пока с ним у меня все хорошо. А-а-а. А нам точно сюда? Ладно. Сюда, да, сюда. А, дворец Мермония. Господи, я о тюрьме подумал. Тюрьмаши Мерапидда. Блин, ребята, там походу же через один патч, после 1.6 у нас-то... А-а-а. Получается, новая планета в Хасире будет. Вот эту штуку я жду. Вы хотите просмотреть некоторые найденные предметы, связанные с жертвами дела, об исчезновениях, но... Это же дело уже давно закрыто. Но вы сами предоставили доказательства, поэтому вам не нужно подавать заявку. Подождите немного. Я выполню все формальности. Вот и все, что оставила после себя Арели. Только то, что она носила с собой и этот старый потрепанный блокнот. Здесь полно рефик-сценария. И тут зарисовки. Показано, где на сцене должен располагаться различный реквизит. Подождите. Возможно, в этом блокноте уже есть финал? Вот это было бы интересно. Так, позвольте ко мне взглянуть. Может быть, здесь есть подсказки о том, что было после ее похищения? Ага, вот. Тому, кто обнаружит этот дневник. Посмотрим. Похоже, она вела подробный учет действий своего похитителя. Она даже упоминает факты об экспериментах по растворению молодых женщин. Если бы у нас была возможность внимательно изучить эту тетрадь в то время, она стала бы непровержимой уликой, доказывающей вину Вашера. Вашер забрал так много жизней. Немыслимо. Сколько у него было жертв. Наверное. Арели записывала все это в надежде, что ее записи когда-нибудь пригодятся следователям. Подождите. Записи прерываются? И чего там? Ее почерк здесь с каждой строчкой становится все более размашистым и неразборчивым. Вероятно, сил у нее оставалось мало. Ее последние слова прочитайте сами. Еще одну девушку забрали. Уже шестую по счету. Или седьмую. Вчера одна пыталась сбежать, но безуспешно. И больше мы ее не видели. Может, было и это... Может, это было и не вчера. Я уже потеряла счет часам и дням. Не знаю, есть ли смысл продолжать писать. И не знаю, как долго вообще смогу писать. А я уже вижу свою участь. Но еще страшнее. Что я видела других членов трупа. Смогла ли я их защитить? Не могу. Больше не могу писать. У меня, кажется, жар. И желудок снова болит. Но никто не дает мне лекарств. Кресси всю ночь не могла уснуть из-за боли. Мне еще не так плохо, как ей. Ценность материала. Важно. Только чтобы материал исследования был использован до того, как тот умрет. Плевать, в каком состоянии девушка, главное, что молодая, и главное, что девушка. Ммм. Здесь так сыро. Я отдала ей свое одеяло. Как же холодно. Нужно держаться. Все пройдет. За старание всегда полагается награда. Я люблю им это говорить. Но я больше не могу держаться. Если кто-то это прочитает. Трупа. Обезопасить. Они... Я... Они... Очень важно. Пожалуйста. Прощай. Прости. Жизнь. Спектакль. Будущее. Сожалею. Клье. На этой странице ничего не разобрать. Среди беспорядочных каракулей с трудом удается прочесть отдельные слова. С этой страницы дневниковые записи обрываются. Теперь на их месте слова песен из мюзиклов. Одни вырезаны из газет, другие написаны от руки. Видно, что в записях много исправлений. Страницы часто перелистывали. Вероятно, эти записи принадлежали Ореле. Главе театральной труппы. Она в ужасе. Да. Она видела, как... Прямо на ее глазах девушка растворилась. И дальше она молча ждала своей смерти. Может быть, в глазах своей труппы она и была могучим героем, но... В конце концов, она была всего лишь человеком. Невыносимо думать, какими мучительными и одинокими были ее последние дни. Подождите. Эта часть на последней странице кажется странно знакомой. Ага. Остальные страницы также исписаны строками из мюзикла. Но одна из страниц была вырвана, сложена в несколько раз и прикреплена к последней пустой странице. В самом низу... Ореле дописала несколько строк. Они написаны четче других. Можно вообразить, сколько сил и времени стоили автору эти строки. Если ты станешь человеком... Ты никому не сможешь открыть свою тайну. Тебя ждут страдания и одиночества. Ты правда этого хочешь? Ааа... Да. Потому что я для них старшая сестра. Я люблю их. А это... Ее ответ уже, трупя. Собственно... Если ты станешь человеком, то никому не сможешь открыть свою тайну. Тебя ждут страдания и одиночества. Ты действительно этого хочешь? Но ты... Это... Не это ли... Не это ли самая важная строчка в маленькой океаниде? Потому что я для них старшая сестра. Поэтому она не жалела о своем решении. Даже когда она сидела в тишине, ожидая смерти. Уверена, что и трупа рассчитывала услышать именно это. Она пользовалась их полным доверием, восхищением и любовью. И она действительно заслужила этого. Так, пришло время ему знать последние мысли Орелия. Чуть прям... Ладно. До этого очень часто весь мрак... В квестах он был где-то в геншине, в мировых квестах. Ну, в квестах. А здесь он прям начал просачиваться очень прям активно. И уже в сюжетку Фонтейна. И в истории персонажей. И тот же квест Нювелета. Тот же квест Фурина. Чем дальше, тем мрака становится больше. И это хорошо. Так, ребята. И самое время нам сделать небольшой перерыв. После которого, я думаю, мы закончим этот класс.